Власти Кузбасса постоянно разворачивают все новые места в больницах для граждан, заразившихся коронавирусом. Происходить это будет вплоть до стабилизации эпидемиологической ситуации в нашем регионе, сообщает заместитель губернатора Алексей Цегельник. По информации Министерства здравоохранения, на 30 октября в медицинских организациях региона развернуто 3969 коек, в том числе 2048 мест с кислородом, из них 493 с аппаратами ИВЛ. Куечный фонд, который выделен для пациентов с коронавирусной инфекцией, пациентов с пневмониями, постоянно растет. Он в значительной мере распределен между медицинскими организациями, за исключением нескольких специализированных. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на персонал медицинских организаций, которые работают с колоссальным напряжением в очень сложных условиях длительное время. Поэтому мы стараемся добавить, так скажем, свежие медицинские организации, обладающие этим потенциалом, для того, чтобы все-таки более психологические, физические, отдохнувшие люди включались в эту работу. В настоящий момент коечный фонд к концу сегодняшнего дня, развернутый для этих целей, составит почти 4200 коек. Для разделения потоков пациентов плановые приемы узких специалистов в поликлиниках перенесены на вторник, среду и четверг. В дни пиковой нагрузки, понедельник и пятница, врачи принимают пациентов с острыми респиратурными заболеваниями. Принято решение о временной пристановке профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, кроме онкологического скрининга. Количество ПЦР-исследований уже превысило 9000 исследований в сутки. Это значительно больше того, что требуется по нормативам. С марта методом ПЦР проведено 1 миллион 37 тысяч 736 тестов. Мы видим напряжение и по этой линии. Очень много, естественно, людей хочет узнать, как конкретно дела у него, как дела у его родственников. Спрос на это исследование растет. В этой работе участвуют в том числе и частные медицинские организации. В общем, практически все. Сегодня 16 лабораторий в области делают эти исследования. Мы ожидаем в ближайшие дни сокращения сроков проведения этих исследований за счет детальной ежедневной подстройки потоков лабораторных проб на вновь открывшиеся лаборатории, которые за последнюю неделю прибавилось 2 с суммарной мощностью порядка 1100 исследований. Министерство здравоохранения Кузбасса ежедневно проверяет наличие лекарственных препаратов в аптечных сетях. Кроме того, 1 ноября в Кузбасс прибыла очередная крупная партия лекарств. О поставке сообщил министр промышленности Кузбасса Леонид Царосвет. Ценным грузом из Москвы прибыло 4 куба орбидола. Министр также добавил, что дополнительно в регион завезли порядка 10 тысяч упаковок азитромицина, коронавира и других необходимых препаратов.